Первое, на что стоит обратить внимание, отметил Анатолий Пахомов, ни один ветеран, инвалид, а также вдовы участников войны и другие приравненные категории не должны остаться без внимания. Главное – это отдых и оздоровление. Уже сегодня в городских санаториях бесплатно отдыхают более 120 ветеранов. Ветераны, участники Великой Честной войны должны быть под вниманием нашим не только к Дню Победы, не только к юбилею, а круглый год. Работу по оздоровлению я держу под личным контролем. И заверяю всех, что любая просьба будет удовлетворена. Если это не будет сделано до Дня Победы, то обязательно будет сделано после. Подробнее проблемы конкретных участников войны и их нужды Анатолий Пахомов обсудит завтра на встрече с районными советами ветеранов. Также на заседании уркомитета сегодня говорили о подготовке к празднованию Дня Победы. К 9 мая необходимо закончить работу по уборке мест воинской славы. Определили и основные мероприятия. Это акция у Стеллы «Подвиг во имя жизни», в ходе которой будут вспоминать подвиг военных врачей. Снова пройдет акция «Свеча памяти». Ожидается участие более 10 тысяч человек. Также по улицам курорта снова пройдет «Бессмертный полк», во главе которого впервые пронесут полотно Победы. Кроме того, Анатолий Пахомов за помощь в подготовке празднования 70-летия Победы самым неравнодушным и активным участникам вручил почетные знаки и благодарственные письма.